Приветствую на канале Райвика! Всего лишь меньше часу времени и у вас будут самые вкусные, нежные, творожные куличи на столе, если вы их приготовите. Я уже да, поэтому смотрите внимательно, давайте готовить вместе. И прежде чем мы начнем, я предлагаю прямо сейчас вам поставить лайк, чтобы вы не забыли, не отвлеклись. Ну и нажимайте красную кнопку подписаться, если вы у нас впервые. Смотрим внимательно. Поехали! Берем три куриных яйца. Кошки в яйцах. Добавляем щепоточку соли, 160 грамм сахара и пакетик ванильного сахара 8 грамм. И миксером хорошо будем взбивать, пока масса не побелеет. Добавлю 80 грамм растопленного сливочного масла и сюда же 300 грамм творожной массы. Можете просто творог. И снова миксером все хорошо перемешаю. Просею сюда 220 грамм муки. Добавлю 15 грамм разрыхлителя и миксером на маленьких оборотах все перемешаю. Вначале в холостую вот так перемешайте, чтобы мука у вас не летела по всей кухне. Нужно изюм хорошо замочить в кипятке минут 5-10 и потом, вернее, хорошо салфеткой обсушить. И я немножечко взяла кураги. В общем-то цукатов, сухофруктов нам нужно где-то 150 грамм. Добавлю столовую ложку крахмала и хорошо перемешаю сухофрукты. И теперь уже цукаты отправляю в тесто. Главное, были сухофрукты, стали цукатами. А, то есть сухофрукты, да. Ну, в общем-то, что-нибудь такое. И изюм я перемешаю. Можете еще добавить цедру лимона или апельсина в тесто при желании, если хотите. Мы сегодня без Ромы. Жаль. Жаль, не каждый же день с Ромой тусить. Зовите Рому на кухню. Этот у нас кулич без Ромовый. И хорошо тесто перемешаем. Тесто такое воздушное, эластичное, да. Очень прикольное. Готовое тесто отправляю в форму. Формы у меня из фольги, самодельные. Если вы не успели купить формы, то можете посмотреть видео, как сделать формы самим дома. Ссылку оставлю внизу, в описании. Тесто распределила в три формы. Отправляю их в разогретую духовку. 170 градусов, минут на 40. Режим вверх-вниз. Последние пять минут я включила вентилятор, чтобы зажарилась верхняя шапочка. И самое время уже их вытаскивать. Одну вытащила. Видите, какие у нас формочки вообще эти уникальные. Уже вторые куличи выпекаются в одних формах. Экономия то, что надо. Сейчас главное дать им хорошо остыть. Так что, если вы еще не покупали формы, то не покупайте, а лучше приготовьте из фольги, и они послужат вам несколько раз дешево и сердито. Несколько лет. А то и несколько лет, да, дешево и сердито. Ах, прям горячая. Но подрумянилась со всех сторон, прям я балдю. Остынут наши куличи и будем делать глазурь. А сейчас я приготовлю глазурь. Глазурь у меня будет проще простого, необычного, из молочного белого шоколада. Беру 100 грамм белого шоколада. Добавляю чуть-чуть сливок, где-то 1 столовая ложка. И растапливать буду в микроволновке импульсным способом. Усё, глазурька готова. Кисточкой, не жалея, смажу шапочки куличей. Крышей, да. Крышуем куличи. Как в 90-е. У кого была крыша в 90-х? Кто чем занимался? А ну, колитесь. Пишите в комментарии. Кто был рекорд, да? Кто кого крышевал. Заодно, если что-то потрескалось, ничего не видно. Такой приятный лимонный цвет получается из белого шоколада. И сверху уже украшайте по своему желанию. Какие у вас есть украшалки, такими и украшайте. Украшать надо быстро. Ну да, нет, он прилипнет прям быстро, не то что за секунду. Не паникуй, паникерша. Вот Вика у нас паникерша. А ещё какая? Это у меня сушёная клюква. Всё, тут буквально 10 минут. Шоколад, глазурь застыла. И можно уже... Что делать? Ну, естественно, есть эту вкусную пасочку. Что, давайте разрежем? Проверим. Какую порезать? Эту, эту? Какую? Да, любую. Давай вот это. Режется легко. Режется легко. Глазурь вообще, видите, не ломается, не крошится. Ах, упал мой изюм. Тра-та-та. Плохо мешало. Я специально его, чтобы он мне морду не потрескал, опускала его вниз. Чтобы он мне морду не потрескал. Я его прессанула на ура, да. Но сейчас дайся я отрежу ещё чуть-чуть. Я ж так не проглочу целый кусок. Давай всё съедим. Не, мы-то съедим. Ой, смотри, какой кусок красивый. Прям вообще. Это ты мне с нами? Не, вообще, я как бы, да, хотела просто показать. Ну, можно и тебе, а себе отрежу ещё тоненьше. А прикольно, как грибочек получается. Тут подложка. Пахнет вкусненько. Какая она, влажная. Хрустят вот эти штучки. Ну, очень вкусно. Клёво, что, если он внизу, я его не люблю. Это нижняя часть будет тебе, а верхняя мне. Пожалуйста. Которые выковыривают? Класс. И как, вкуснее, чем первая или вторая? Как вкуснее? Ну, ты знаешь, ну... Это вообще другая, да? Я даже затрудняюсь ответить. Ну, эту я, наверное... Вот эту я буду есть и холодной, и горячей, и тёплой. То есть, мне это очень нравится. То есть, ту... Ну, это на любителя. Ту пасху я просто люблю раз, поел, и всё. А эту могу есть каждый день с чаем. Я считаю, что этот творожный кулич самый лучший кулич 2021 года. Поэтому он обязан быть у вас на столе, друзья мои. Готовьте, не парьтесь. Я уверена, вам он очень понравится. И кому понравился этот рецепт, то мне очень понравится видеть ваши лайки, комментарии. А если вы у нас впервые, то, конечно, нажимайте красную кнопку подписаться. И будьте счастливы, пускай этот год принесёт вам много радости, удачи, любви. И да пребудет с нами любовь! А с вами мы, Райвика! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok